мы вновь на сыроварне покров фарм андрей рассказывай мы были у тебя три года назад что нового в производстве нового только объем который вырос за это время благодаря наши нашим экспериментам стало молока больше появились дополнительные сыры по моему которых не было прошлый раз когда мы восемнадцатом году это конострата и пекорина то есть не было да да у нас появилось еще два новых сыра который мы сегодня попробуем или вот технологические ничего пока не изменилось появилась дополнительная камера для созревания мы тоже сами снимем да и здесь нет она на другом месте находится вот в целом вот производство как раз принесли молоко и вот здесь на часть уже отфильтровали сейчас этот дополнительно отфильтуем молоко на заднем плане у нас пресс подголовки до солидный бассейн и камера с сырами она полная практически давай зайдем в этот холод да да она полная практически мы сегодня еще зайдем во вторую камеру тоже полная сейчас у нас примерно полторы тонны овечьего сыра заложено на хранение на хранение на андрей скажи пожалуйста вот это латекс он съедобный вот это латекс вот натуральная корка это как раз новый сыр конестрата вот он как раз конестре это конестре это с итальянского переводится формы это плетеные ива и вот формы тоже в виде плетенки такой вот вот с формочками как натуральный как натуральный а это сырые романовские и романа густо это наш победитель который постоянно участвует они все в латексе латекс этот съедобный нет но его не едят но он пищевой пищевой но а вот еще у нас есть тоже страта романа это этим увидели в прошлый раз да вот воск это в белый воск воск причем голландские я такого воска в россии белого не производит я вы заказываю из голландии то есть вот так вот да круто так тут тут у нас на самом деле не очень большая камера а красный это кто такой а красный это эльман то еще сыр не помню пробовали вы его или нет не помню такое название это тоже не помню был он или нет но в общем это тоже у нас уже красного латексе андрей скажи пожалуйста про сыроварку до отечественная сыроварка я помню это у тебя были претензии к изгода да но она работает слава богу то есть изначально когда при запуске были сложности и проблемы но эти проблемы мы устранили и продолжает работать пока на свою функцию полностью исполняет ну то есть поменял чуть-чуть мнение о ней в прошлый раз ты так достаточно жестко да там потому что и нарушили сроки поставки то есть сдвинули на несколько месяцев плюс еще мы ее когда запускали искали что была опрессовка когда мы дали воду поделать или и потекло а когда монтажники приехали и стали проверять оказывается просто к закрутили рубашку просто от руки и гайку соответственно через нее все плескалась вот ну то есть ну то есть все затянули все поправили и вот слава богу работает без нареканий отлично здесь у нас сейчас коннестрата с улиц а внизу там тоже есть что ли нет 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 это температура поддерживается 12 градусов чтобы рассол был соответствовал температуре не портился здесь 200 литров рассола и после того как он уже начинает вот сверху пленкой подкрывается это плесень и уже образовывается мы его сливаем кипятим добавляем соль и снова отправляем его сюда уж поддерживать специально есть у нас прибор который ариометр по вам называется который поддерживает уровень рассол он должен быть на 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 уровне 20 процентов вот это мы сделали это выдержанная овечья рикотта вот это регланом это наш эксперимент который попросили один известный гипермаркет попросил сделать овечью рикотту выдержанную и мы про пока проводим эксперимент на тему что же с ней будет да что же будет и какой будет у нее вкус спустя месяц и выдержки понятно все свежие сыры только вот приготовленные сначала они в этой камере обсыхают потом уже переезжает после обработки туда камера обсушки данного можно так назвать камера обсушкина сыры как грибы захватывают территорию прошлый раз мы здесь ночевали в этой комнате а сейчас здесь производственное помещение нужно зачем ты андрей забрал наше помещение не дело простое молока стало больше производить стали больше конечно ресурсов не хватает чтобы строить где-то отдельное помещение здоровую камеру поэтому приходится делать где возможно и мы пока какими-то там маленькими усилиями просто нашли бы ушную камеру сделали не все необходимое чтобы влажность была нормальная обустроили ее сделали в комнате чтобы там сыры не замерзали ничего теплом помещении заходим заходим от она слушай но ведь почти полностью а какой грибной запах запах грибного именно а тут уже сыры на последней стадии созревания ноги вот она красота ну слушай у тебя и это уже занято почти до 95 осталось до осталось раз полка два и вот здесь вот чуть-чуть вот тут иди все все я и говорю ну и я камера камера полная уже все все занят занято царами у олега всю ее продаж нет навряд ли нет мне полторы тонны мы продаем килограмм 150 понятно вот такие сыры ну что ж предлагаю двигаться к самому главу важному и главному действию нашей программы это дегустация сыров да это обязательный атрибут вот какие сыры будем сегодня дегустировать мы сегодня будем дегустировать пять видов сыра пекорина конестрата страта романа романа густо и романовский друзья мои мы приступаем к дегустации такой набор покажи наборы которые специально сделал четыре вида сыра а ты сказал у тебя их 6 у меня их 6 но мы сегодня будем пробовать четыре это 5 шарик еще есть 300 граммов и какие-то сыры а тут каждый подписан кстати надо не перепутать главное и у нас тут есть некий рояль в кустах дима привет дима и работал долго на сыроварне альдине и даже являлся ее основателем и даже являлся ее основателем дима зачем ты сюда приехал сыру поесть или лисичек пособирать в лесу здесь много удовольствия общение с приятными людьми очень вкусные сыры хорошая компания душевная и когда только узнал что здесь собирается съемка и дегустация что пропустить это я никак не могу отлично дима мы очень рады да дима у нас будет экспертом но тебе же знакомы эти сыры да конечно мы давно знакомы с андреем неоднократно пересекались и на фестивалях он всегда с удовольствием кушал мои сыры я его сыры мы всегда делали ченч бартер горгонзола меняли на овечье сыры и наоборот самая крутая горгонзола это было действительно на сыроварне альдине вот и мы ее пробовали на фестивале сыр пермир нам очень понравилось мы пытались четыре раза приехать поснимать к дмитрию но все дмитрий как-то у нас с тобой не складывалась а где тогда горгонзола поэтому вот насколько видит внеплановый пока без горгонзола понятно так мы же не перепутаем да где какие лежат отлично страта романа сыр от романа до шарик 300 грамм нежные сливочный вкус но этот мы у тебя пробовали уже в прошлый раз за этот он уже был да вы не пробовали пекорина и не пробовали конастрата этот страта романа в настоящей белом воски голландском голландский воск друзья мои значит я хочу сказать что мы находимся на ферме и наличие вот этих вот существ это нормально в этом месте потому что здесь кругом животные это не презентационная зона это не торговый зал это мы просто по-дружески и решили на веранде на вы пить вина и у мальского попробовать сыр так что сильно не переживайте за счет насчет того что здесь летают мухи мы точно не переживаем да так так ну что приступим к дегустации приступим дегустации да а у нас у всех есть наклеечки наклеечки кроме вот этого но тут сразу понятный да нам сыр так я думаю что стоит я как лицо заинтересованное не буду участвовать в конкурсе в дегустации то есть ты не ешь свои сыры мы выяснили каждый сыровар не может есть уже свои сыры потому что они мужа посты поэтому мы используем профессиональное жюри и она будет а нас оценен профессиональное жюри сегодня это дмитрий и анастасия в каком порядке правильно я думаю что нужно начать с молодого и так начинаем молодой обычный заметный серединку бери чё ты мягкий такой привод даже как 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 немножко как поставила то что ли даже по консистенции такой мягкий 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 пробуем такой консистенция обволакивающая сразу заняла все небо действительно яркий сливочный вкус такой достаточно соленый для меня лично может быть даже чуть-чуть сильно соленый но не портит хорошо пойдет например со свежей помидоркой будет хорошее сочетание достойный молодой насколько молодой андрей сыру месяц месяц этого сыру месяц в принципе может полежать и дольше немножко стать посушим он превращается почти в камамбер камамберистый да но мне показалось что корочка у него немножко плесенью да 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 это ты не срезала восковую грибной да этот самый есть какой-то давайте на пекарину дать попробуем давай на пекаре нет но они все там по-разному ну просто попробуем вот порядка запейте вино у нас не пьянство ради а пользы для конечно сейчас нас заклюют профессиональные дегустаторы что такое вино вы что только вода вот но мы в полевых условиях мы правильные дегустаторы и воды у нас нет практически как в италии не отличим по столе очень хорошо вкус очень яркий уже чувствуется молочный камушек попадая до с одной стороны признак благородства с другой стороны признак выдержки сыра очень достойный сыр могу сказать что пекарина всегда был одним из фаворитов среди сыров первым покров отлично так переходим к нашему сыру который всегда занимает первые места всегда у нас фаворе это вот романа густ твердый сыр рисунок незначительный но присутствует рисунок это отверстие или в сыры дырки на не но при этом тоже молочный камушек есть он чувствуется вкусный сыр тоже баланс и соли и вкус и аромата но нету вот этих овечьего вот такого резкого запаха которого все боятся и думают что покупая овечьий сыр они покупают что-то вонючее многие почему-то по ошибке овечьий сыр и сравнивают с козьями и думаю что это что-то из одного разряда нет совсем нет овечьий сыр это принципиально и на и сыры андрея не всегда было исключительно сырным молочным вкусом без каких бы то ни было признаков запаха животного до либо либо кормов чего-то еще там что может быть не очень хороший молоке здесь всегда все исключительно очень вкусно очень качественно так следующий сыр у нас романовский 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 пробовать вот этот сыр он в прошлом году серебряную медаль взял месяца два нет ему 18 апреля сколько у нас интересно на как он сохранил такую мягкую сердцевинку да вот здорово очень интересно то есть сыр выдержанный но при этом достаточно мягкий и вот эта пластичность видимо при производстве на сохраненном зерно именно сохраняло на высокие содержание влаги что дало в дальнейшем и сын это хуже я ходу консистенцию очень поздно это после вкусе еще остается до хорошая классная это вот ресторан это ресторанный сыр который рестораны очень любит именно этот сыр почему-то же романовский именно шеф и любят им нравится вот этот вот такой вот эта текстура такая вот сливочная они сливочная на вот такая пластинчик как пластилин какие-то кнопки послевкусия не творишь и мечи когда вот что-то такое вот появляется уже ну это поймаю да вот с или на поздних стадиях созревания особенно когда более полугода поэтому примерно уже приближается да 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 ну 18 04 практически вот полугода приближается появляется именно кита ореховые нотки это интересно насть послевкусия действительно ореховая и несмотря на и что он такой мягкий мягкий да уже даже вот когда резали вот они даже волна пошла несмотря на возраст у нас остался последний за последний вид сыра и так это цирка нострата он сварен в апреле феврале месяце почему такие названия где же как это локальное это название как это называется локальное название мы оставили только пекориной конестрата это назвать итальянские название сыров тоже технологии примерно одинаковая остальные сыры мы дорабатывали уже сами и использовали собственные закваски технологию допустим вот этот романа густо я полтора года в кастрюле варил здесь на фирме после работы чтобы добиться какого-то такого результата поэтому и название было сделали конечно многие на итальянский манер потому что романа густо это переводится с итальянского романовский вкусный из романовского молока овец и страта романа как переводится на покров с итальянской да 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 вот он а вот то есть все таки это защищенная географическая на вот я не мог вспомнить да 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 вот значит все это у нас все как положено да замечательный твердый анистрата добавить нечего консистенция текстура ароматика вкус естественная корочка у этого сыра поэтому созревает он снаружи немножко в плесени здесь плюс немножко если попадает корочка во вкус на потому что он созревает натуральной корки есть много такой вот это добавляет свои пикантности своего интереса аромату соответственно но что я могу сказать с моей стороны мы фавориты они как бы вот как были да так они остаются качество неизменно высокая пекорина и канистрата это для меня вот пекорина это вот который мы первые пробовали до 2 2 а 2 до и канистрата и канистрата традиционная полюбив эти сыры так вот и несмотря на то что все средостойные конкретно это эти вот у меня всегда приоритете но меня удивил романовский полетры романовский это вот этот а вот этот вот друзья тут каждый для себя найдет сыр по душе а мы должны сказать на ферме покров каждый найдет для себя свой сыр все все сыры достойные приезжайте приобретайте напомню что ссылочка будет в описании вы можете позвонить и договориться как же люди могут попробовать сыры андрей скажи мне продегустировать они могут приехать на любой из наших точек которая есть на сайте попробовать сыр и приобрести его ну то есть можно просто приехать и продегустировать можно приехать но уже я думаю что выпуск выйдет после и стивали да 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 можно приехать на фестиваль открыть для себя любой вид сыр и который им нравится пожалуйста вы вы приехать на торговые точки которые у нас есть на сайте в любом магазине продегустировать и приобрести тот сыр который им понравится вот так вот друзья мои ешьте вкусные сыры будьте здоровы и счастливы а мы с нашей съемочной группой садимся за стол чтобы дегустировать эти прекрасные сыры друзья мои фермеру сегодня весь день провел на ферме покров в зубцовском районе тверской области в гостях у андрея ходова андрей спасибо тебе большое либо приезжайте чаще да за уделенный день мне очень понравилось то что в первую очередь доильный зал принес прибыли окупился до продали сыра в первый год на 4 миллиона рублей да это очень очень круто появилось несколько новых видов сыров которые мы попробовали сыр и действительно очень вкусные вот этот новый забыл какой карина и конострат вот пекорина очень вкусный сыр андрей желаю тебе развития дальнейшего докторская не за горами я так понимаю не знаю зачем это тебе нужно но развитие чтобы животные увеличивались чтоб надо и удое тоже все росли и чтобы сыр оставался таким же клевым и очень вкусно спасибо молоко ребята молоко это настоящее мороженое по 18 копеек то это помнит растаявший в эту кубу папа подписывайтесь на канал смотрите наши видео занимайтесь бизнесом в овцеводстве все ссылки на ферму покров будет оставлены в описании но мы двигаемся дальше псковскую область друзья мои пока пока спасибо